Борис Степанович Житков родился в Новгороде 11 сентября 1882 года. Отец Степан Васильевич Житков, учитель математики. Мать Татьяна Павловна окончила Санкт-Петербургскую консерваторию. В семье, кроме Бориса, было три дочери – Вера, Александра и Надежда. В 1890 году семья переехала в Одессу. Море, порт, пароходы и парусники были совсем рядом. Здесь Борис был принят в первый класс гимназии. Вместе с ним учился долговязый худощавый мальчик Коля Корнейчуков, ставший впоследствии писателем Корнеем Ивановичем Чуковским. В 1900 году Борис Житков поступил на математический факультет Новороссийского университета, а через год перешел на естественное отделение. За время своего пребывания в университете Житков много плавал на парусных судах по Черному и Средиземному морям и получил звание штурмана дальнего плавания. В 1909 году Житков становится студентом кораблестроительного отделения Петербургского политехнического института. Во время Первой мировой войны Бориса Житкова отправляют в гардемаринские роты. Он мичман. Его посылают в Англию принимать моторы для русских самолетов и подводных лодок. После заключения мира Житков возвращается в Одессу и работает инженером в морском порту. С 1920 по 1923 год занимается преподавательской деятельностью. Литературной деятельностью Борис Житков начал заниматься, когда ему было уже более 40 лет. Осенью 1923 года Борис Житков приезжает в Петроград, надеясь найти работу инженером на каком-нибудь крупном заводе. Но найти работу не получилось, так как после гражданской войны заводы работали в полсилы. Он пришел в гости к своему однокласснику Чуковскому, который в то время был уже известным писателем. Именно он, услышав устные рассказы Житкова, предложил ему писать для детей, записать то, что он рассказывал. Так в начале 1924 года появились первые рассказы Житкова «Шквал и над морем», опубликованные в Альманахе Воробей, впоследствии «Новый Робинзон». С детства Бориса Житкова влекло к себе море. Можно сказать, что любовь к морю, к труду на море была у него в крови. Три брата и отца служили на военных кораблях. Два из них – севастопольские герои. Море у Бориса Житкова не только красота и романтика, но и тяжелый труд, требующий знаний, сноровки, смелости, выносливости. Сложные ситуации, трагические происшествия, непростые отношения между людьми – это тема морских историй Житкова. Рассказ «Джерлгач» – это название острова, о том, как гимназист Митька пошел прогуляться в морской порт, попал на парусник, а потом на пустынный остров. Все закончилось хорошо, из острова Митьку отправили домой. А сколько новых знаний и впечатлений получил мальчишка. Борис Степанович Житков очень любил животных и посвятил им многие свои рассказы. Каждого персонажа писатель наделял яркими чертами, показывал особенности их характера. По его мнению, недостаточно просто любить животных, восхищаться ими. Важно понимать их, уметь с ними общаться, ухаживать за ними и нести за них ответственность. Из рассказов о животных читатель не только узнает об их внешнем виде и повадках. Представители животного мира у Житкова умны, сообразительны, готовы к самопожертвованию, помогают человеку и верны ему. Рассказ «Мангуста» о трогательной дружбе матроса и двух мангуст, о приключениях и подвигах веселых и храбрых зверьков на большом корабле. Эта история навеяна впечатлениями от кругосветного плавания, в котором участвовал Борис Житков в 1912 году. Борис Степанович Житков справедливо считается зачинателем научно-познавательной литературы для детей. Рассказы о том, как люди работают, о безобретениях, ремеслах, о происхождении окружающих человека вещей написаны так, чтобы юному читателю захотелось побольше узнать обо всем, самому сделать что-то нужное. Что такое эфиопское радио? Живой телеграф, семафорная азбука, азбука Морзе, как построить избу дворец? Обо всем можно узнать из книг Бориса Житкова. А книголюбам будет очень интересно прочесть книжку Житкова про эту книгу. Там занятно изложена история техники книгопечатания. Книга «Что я видел» – энциклопедия для детей от 3 до 6 лет. Книга построена в форме путешествия. Рассказ ведется от имени 4-летнего мальчика Алеши. Как и все в этом возрасте, он постоянно задает вопрос «почему?». За это он и прозван «почемучкой». Алеша едет на поезде, летит на самолете, плывет на пароходе, видит много нового и интересного и обо всем рассказывает. С тех пор прошло немало лет, ведь книга была написана в 1937 году. И так уж получилось, что энциклопедия для 4-летних граждан во многом устарела, но она до сих пор интересна маленьким почемучкам и их родителям. Многие из произведений Житкова вдохновили отечественных мультипликаторов на создание мультфильмов для детей. Некоторые произведения использованы и как основа сценария для художественных фильмов «День ангела», «Морские рассказы», «Шторм на суше». Самуил Яковлевич Маршак увековечил Бориса Житкова в своем детском стихотворении «Почта», сделав главным героем. В этом стихотворении письмо, посланное Житкову, везут за ним по миру через Германию, Англию и Бразилию, но никак не могут вручить. Он протягивает снова заказное для Житкова. «Для Житкова? Эй, Борис, получи и распишись!» Корней Иванович Чуковский говорил о Борисе Житкове. Именно такого бывалого человека, умельца, влюбленного в путешествия, в механику, в технику и сочетавшего эту любовь с талантом большого художника, не хватало детской литературе. В своем творчестве Борис Житков открыл новую страницу, создав новый тип научно-художественной научно-популярной литературы для детей.